Большой привет! Меня зовут Марина. Сегодня будет обзор покупок новинок из магазина Фикс Прайс. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Будет кое-что из новой коллекции. Вот этой вот интересненькой и красивой, на мой взгляд. И еще много других товаров. И поехали! Ну и первым делом, конечно же, хочу показать. Это вот такое зеркало, которое в первую очередь меня привлекло, так как оно мне просто необходимо в летнюю кухню будет летом. И мне нравится, что оно вот именно так оформлено, под затертую краску. Полностью и торцы тоже. В магазине, я думаю, сзади это идет ДВП. А оказывается, просто бумага наклеена. Это не ДВП, и я так чувствую, что ее ножом можно будет порвать. Но это не важно, в принципе. Настенное зеркало. Вот так оно выглядит. Также у нас должно, значит, в нашу коллекцию входить и ваза, и шкатулка. У этого не было, подсвечник, еще шкатулка. Кстати, мне эти шкатулочки понравились, я бы прям приобрела, но, к сожалению. И рамка для фотографий, которую я тоже купила все-таки. Ну и зеркало у нас это стекло МДФ сталь. В Китае размеры забыли написать. Размеры этого зеркала 40 на 30 сантиметров померила. Вот догадалась на это наконец-таки пленку. Вот, достаточно симпатично сделано. Они там чуть светлее, чуть темнее. В общем, выбирайте. Само зеркало четкое, ничего не искажает. Его можно повесить горизонтально. Вернее, вертикально и горизонтально. То есть, петли есть тут и вот здесь. Цена на зеркало 199 рублей. И я не знаю, зачем я купила это вот такую штуку. Подсвечник. Сколько смотрела, проходила мимо в трех вариантах, вы все знаете. Поэтому останавливаться долго не буду. Все же шишку мне захотелось взять. Просто я заметила на новогоднем столе, что у меня стоял, значит, этот высокий с цилиндриком подсвечник. И мне не хватало что-то рядом маленького такого и круглого. Поэтому я решила все-таки прихватить вот такую красивую новогоднюю шишку подсвечник. Они оба перламутровые, беленькие. Поэтому новогодний стол просто прекрасно дополняет друг друга. Шишка эта стоит 99 рублей. Доломит Китай. Далее, очень такая, я считаю, нужная, полезная новинка. Это вот такие прекрасные контейнеры для хранения, для ящиков. В двух вариантах они у нас были. Я выбрала именно этот набор лотков для кухни. Слушайте, правда, похоже так на икеевские. Но делается это у нас, в городе Альятти. Были, по-моему, в трех цветах. Я выбрала именно серые. Пропилен и для пищевых продуктов. Вот так выглядят они в упаковке. И вот так уже без. Такой пластик, знаете, матовый, шершавый, не сильно гладкий. С какими-то засохшими непонятными вещами. И мне прям-таки нравятся эти емкости. Они действительно такие вот. Кстати, у них есть такие засовы. С одной стороны, для того, чтобы их можно было друг за друга закрепить. Состоит этот набор из трех деталей. То есть это одноцельная такая ванночка. Далее такого же размера, в принципе. Но, так, свечку уберу, у меня пожжет весь пластик. Так, такая же, в принципе, но уже разделенная. Соединенная, но не разъединяется. А может быть разъединяется, смотрите. О, разъединяется, кстати, да. И вот такой вариант еще, тот же самый размер. И вот так это все соединяется. То есть это все разъемная, каждая деталь. Вот такой вот вариант. Прекрасно между собой, легко соединяются. Так что создавайте любую форму для своего ящика. Ну и цена такого прекрасного набора пластикового 149 рублей. И я пока не придумала, куда поставлю. Потому что мне ящики не предназначены кухонные для того, чтобы ставить вот такие вот контейнеры. Но я, как всегда, знаю, что они сейчас мне понадобятся. Позже обязательно понадобятся. Возможно, даже в летнюю кухню. А, кстати, попался мне пакет, такой пакет для мусора, рулончик. Особо прочный. Ну, я думаю, стандартный. Все знаете, 30 литров, 30 штук. 27,50 они стоят. Этот рулончик. Ну, конечно, я прихватила вот такие баночки. Были там разные баночки с кисточками, с ложечками. Более большие стеклянные. В том же стиле. Это стиль у нас опять лофт. Продолжают поступать в этом стиле товары, что здорово. Набор банок 3 штуки. 60 мл. Каждая баночка, но каждая прям малюсенькая. Цена замечательная. Этих баночек всего 55 рублей. Ну, дороже, по сути, они не стоят. Нам здесь обещают, что они плотно закрывающиеся. Баночки надолго сохраняют аромат специй и трав. Стикеры для надписей расположены на каждой баночке. Удобны для маркировки содержимого. Ну, стекло, сталь, китай, естественно. Сами баночки. Я хочу их отправить, скорее всего, не знаю, наверное, в летнюю кухню. Ведь кто смотрит мой канал и часто посмотрит именно покупки фикс прайс на моем канале, поставленные зрители, они знают, что я все для летней кухни собираю. Мечтаю о летней кухне. Пока мы там ремонт закончим. И там сделаю в таком стиле лофт прям в свою летнюю кухоньку. И, скорее всего, возможно, эти баночки даже туда пойдут. Посмотрите, какие они малюсенькие. Для специй, в принципе, вполне достаточно пакетик какой-то высыпать сюда. Наклеена вроде неплохо вот эта вот сама бумага, на которой можно написать мелком, либо фломастером белым. Это было бы еще лучше. И что я заметила, когда я их распаковала, потому что я пришла домой и быстрее начала их смотреть. Они у меня почему-то крышки все отскакивали. То есть, вроде бы, они стандартные. Обычные банки. Но не была такая проблема. Я начинаю их так закручивать. Видите, они отскакивают. Вот смотрите, что это такое за бред. Даже поймать не могу. С усилием, как я люблю специи, чтобы они не спарялись, не высыпались. Она, опа, и начинает. Вот сейчас, видите, закрутилась. То есть, они какие-то пружинистые. То есть, что-то где-то у них там не совпадает. Впрочем, я думаю, от 1 банка, оказывается, все 3 одинаковые совершенно. Вот сейчас держатся. Я так ее размяла хорошо. Вот, сейчас начали фиксироваться. А то были, блин, были вообще невозможно скакали. Я прямо была расстроилась. Но сейчас держатся, слава богу. Отпружинит или нет? Видите, уже держатся. Что здорово. Вот, пружинит опять. Держатся. Посильнее держатся. Вот, видимо, как-то их притираться не должны, что ли. Может быть, ничего страшного. И для икеевской полочки, в принципе, неплохо смотрятся. Ну, эту вещь я приобрела уже сама не знаю зачем. Просто мне нравится. Она дизайнерская такая вещь. Интересная, обычная наша лампочка. Это как бы для напитков такой бокальчик с трубочкой, которая фиксируется. Со стопером она там. Не могу сказать, что это новинка. Они уже были. И они идут здесь с градиентом разным. Я взяла классический стандартный вариант. Не цветную, чисто белую. Знаю, что вот эти вот штучки ржавеют. Я уже не раз об этом слышала. Блогеры говорили. И, наконец-таки, я урвала. Возможно, буду как вазочку использовать. Не знаю я. Для одного цветочка. Трубочку удалю. В будущем. Лето. На летней кухне опять же своей. К стилю лофта она отлично относится. Сюда ставят прекрасно один стебелек с цветочком. Может быть, даже с искусственным. Потом придумаю что-нибудь. Емкость для напитков. Струбочка 400 миллилитров. И это у нас с китчен. Ну, естественно, для холодных напитков. Написано просто сталь, стекло, полипропилен. Заржавеющая сталь. И цена этой прекрасной дизайнерской лампочки 55 рублей. Вот как не купить. Также, естественно, повторила ватные диски. Хорошие. 27,50 стоит. Одна упаковочка. Тут 100 штук. В общем, 200 штук за 55 рублей. Вполне нормальная цена. И нормальные ватные диски от Ауры. Все диски эти знают. Прекрасные, хорошие. Для ногтей используют, для лица. В общем, нормальные. Так, за 199 рублей все-таки прихватила я вот такую рамку. Это с новой коллекцией у нас. Вот с этой. Кстати, она 10 на 15. Это у нас размер фотографии вставляется. Кстати, были вот такие декоративные светильники. Черные, белые. Но мне он, естественно, не нужен. Поэтому я на него не обратила внимания. 199 рублей он стоил. Ключницы не видела. Фотарамку вы сейчас и увидите. Фигурки, кстати, продавали. Это мы были в Краснодарском магазине. В городе Краснодар. Вот улицы не знаю, не буду говорить. Так, шары декоративные тоже видела. Но мне это все не нужно. У меня ангелов просто по уши дома хватает. Поэтому они симпатичные, красивые. Но я из-за этого не стала их брать. Для того, что у меня их достаточно дома. Состав полирезина, бумага, сталь, стекло, полистыр. Рамочка достаточно тяжелая, такая увесистая, плотная. Вот. Выглядит вот так. Надеюсь, ничего обладить не будет здесь нанесение, покрытие красочное. Можно ее поставить и вертикально, и горизонтально. Сзади все стандартно. Тяжелая. Кстати, здесь есть полезная штучка. Это вот такая ленточка. Не во всех это бывает. Когда этой ленточки нет, то всем прекрасно знаю, вот эта вот просто подставка, она с мясом вырывается. Это мне уже не раз было, а это, я надеюсь, не позволит сделать именно вот эта лента. Это молодцы, хорошо, предусмотрели. Да, она отлично впишется в мой интерьер. 199 рублей. Вот такие две вещицы я прихватила, наверное, скажем, всего себе одну, а одну не себе. Вот. От Керановы. Инновация. От Флоресан. Уходовое средство за волосами. Несмываемое. Посмотрим по порядку. Это мгновенный восстановитель структуры волос. Эффект ламинирования для окрашенных и поврежденных волос. Усиленная формула. Кератин, витамин Е. Защита пигмента. Мягкость, гладкость, слепительный блеск. Хороший такой, достаточно объем. 275 мл. Кто может прочитать, поставьте на стоп. Я сейчас уберу с камеры флакончик и вам прочитаю под лупой. Это для окрашенных волос, нуждающихся в особом уходе. То есть, это для высокоэффективный уход для окрашенных, поврежденных в результате химической обработки волос. Восходящий состав средства кератин, витамин Е восстанавливает поврежденную структуру волос и способствует удержанию пигмента и красителя глубоко в структуре волос. Эстракты шиповника и хмеля максимально эффективно воздействуют на обновленную поверхность волос. Увлажняет, питает, создает дополнительный защитный слой, придает волосам экстра блеск. Моментальный результат, как после салонного ухода с интенсивным блеском. Способ применения перед нанесением встряхнуть, наносить на сухие или влажные волосы. Наверное, распределитесь по всей длине, уделяя особое внимание кончиковолоса, не смывать водой. Но все же покажу вам состав, если сможете прочитать. На стоп поставьте. Депантенол входит, я вижу. Натриолактат. Кислота лимона, это что мне попадается. Витамин Е тоже есть. Экстракты. Кстати, аромат очень приятный. Соответствует именно цвету этого флакона. Это с болтным состоянием. Цена этого объема 77 рублей замечательная. Я просто не могла выбрать, какой мне нужен. То ли для окрашенных волос, вот этот. То ли сыворотку питательную. Быстрое восстановление и уход для сухих и секущихся волос. Кератин, протеинный шелк устраняет ломкость, предотвращает расслаивание. Они тоже несмываемые. Тот же самый уход. Здесь можете прочитать экстракт березы, крапивы, смородины. Сразу посмотрите состав. После использования экстремально, максимально будет у вас здоровый волос. Нам тут обещают. И естественно, что при расчесывании мокрых и сухих волос, это средство должно замечательно работать. Это кераново. Что-то раньше я брала, я не помню что. Мне что-то даже нравилось. Но не будем вспоминать. Также очень приятный аромат, сладковатый, цитрусы, что-то сладенькое. Такое нежное, приятное. И тает о сыворотке. Очень аппетитный. Хочется пользоваться прям ими обеими. В состав входит множество экстрактов и кератин. Кератин где-то в середине продукта одного и второго. В принципе, одинаково. Думаю, что отличный продукт. И в следующем видео в Фикс Прайсе, скорее всего, уже один флакон протестирую и вам расскажу подробнее. Поэтому, мне кажется, все-таки стоит брать. Так, за 199 рублей прихватила вот такую книжку. Холодное сердце. Люблю этот мультик. Знаю, что почему-то не все любят. Увидела. Нравится. Хорошее оформление. Есть новые истории. Идут с днем рождения Свэм. С днем рождения Олаф. И холодное торжество. Красивая плотная обложка. Лучше подарок детям. Сзади, что мы можем прочитать. И можно быстренько пролистать картинки. Они составляются мультяшными, не перерисованные, не переделанные. Что здорово. У меня уже не одна... Вернее, не у меня. Я уже не одну книгу такую покупала в подарок детям. Дети всегда рады. Вот 150% гарантии, что ребенку понравится. Я думаю, все знают. Так, вот такая красота. Хорошие мелованные листы. В общем, хорошее оформление. Замечательный подарок. Что еще можно сказать? Картинки большие. Такая красота. Мне кажется, это вот такая книга для мальчиков и девочек будет интересна. 199 рублей. Кстати, если кто-то нуждается в вениках и не хотите бегать искать, вот я не хотела бегать искать, но мне все-таки он попался. Обычный, стандартный, вот такой классический. Размер нормальный. Ручка нормальная, не коротышный. Но не могу назвать его сильно плотным. Ну, вроде такой пруденький. Стандартный веник. 149 рублей он стоит. Ну, там, знаете, надо выбирать. Какие-то поплотнее, они вручную вяжутся. Какие-то похилее. Поэтому обратите внимание. Если честно, я не знаю, сколько сейчас стоят веники. Вообще, вот такие вязаные. 100 лет мы не покупали их. Но мужу в гараж нужен веник. Попросил взять. Вот увидела, взяла. Кстати, видела веники в доброцен. И там были они, по-моему, подешевле. Они были очень жидкие. Просто вообще дохлые. Поэтому я даже не стала обращать внимание. Этот все-таки получше. Ну, 149 рублей цена. Вот все мои покупки. Надеюсь, мое видео для вас оказалось интересным и полезным, развлекательным. Всем большое спасибо за просмотр. Что видео досмотрели до конца. Вам прекрасного, хорошего настроения. И приятных покупок. Всем пока.